КАМЧАТСКИЕ НЕДРА Где находятся золото, амечисты и жемчуга. Эти страшные тайны, засекреченные советской властью и продолжаемые храниться в глубоком секрете властью россиянской, сейчас раскроются вам. Привет! Это Камчатка с Александром Петровым, и я продолжаю свои видеодневнички. Кстати, я забыл сказать, если вы обратили внимание, два предыдущих видеодневничка носили номера первой и второй. Почему это? Потому что я решил влогам давать порядковые номера. До этого полторы сотни выпусков видеодневничков, если быть точным, 153 влога. Этих самых номеров не имели. Но теперь я решил и вытвердо вознамерился, что каждый влог будет иметь номер. Этот влог имеет номер третий. Итак, страшная тайна, страшные секреты камчатских недр. Они открылись мне при чтении старой газеты. Я читал подшивку «Полярные звезды» за 23 год века минувшего и обнаружил там небольшую статью, называвшуюся «Горное дело в Камчатской губернии». И давайте я вам прочитаю немножко из этой самой статьи. В отношении горных богатств Камчатка до настоящего времени исследовано очень мало. Но даже и те сравнительно незначительные разведки, которые были произведены экспедициями и частными предпринимателями, установили, что во многих местах Камчатки находится месторождение, различных полезных ископаемых. Геологами установлено, что между восточными берегами Азии и Америки существует тесная связь, и что Чукотский полуостров, а также большая часть дальнего северо-востока Сибири, является продолжением золотосодержащей Аляски в лице юконской системы гор. Геологическими экспедициями установлено месторождение в Камчатской губернии следующих полезных ископаемых. Итак, вы сейчас будете запоминать, что и где есть. И, как только закончится этот видеодневничок, вы можете взять кайло, лоток и винтовку, и отправиться добывать эти самые полезные ископаемые. Итак, что сообщает газета «Полярная звезда» о местах нахождения полезных ископаемых. В Петропавловском уезде. Золото по реке Облуковина, в верховьях рек Колпакова и Кихчика, Камчатки и притока ее Ратуча. Медная руда на устье реки Большой и реки Чужма. Железная руда на устье реки Ича, по реке Вагиль и устье реки Шамчик. Каменный уголь, по рекам Реденики, Ваям, Полка, Амавина, на правом берегу реки Ковран, по притоку реки Крутогорова, Хадахша и Шамчик. Аметист по рекам Кимкил, Палана, Тигиль и Хайрюзова. Нефть к западу от озера Курильского, по реке Камчатка и в Краноцком заливе по реке. Жемчуг по реке Галыгиной и ее притокам. Командорский уезд, Медная руда на острове Медном, Бухт оборона Корфа, Каменный уголь, по реке Вивник. Это нам сообщает номер полярной звезды 8 дня августа 23 года 20 века. Итак, вы можете собственноручно промышлять эти самые полезные ископаемые, которые номинально являются государственной собственностью, но ведь государство это мы, то есть все государственное богатство, наше богатство, и можно засучив рукава, запускать руки в казенную казну и в казенные полезные ископаемые. Это третий выпуск моего видеодневничка. И для того, чтобы вам не скучно было слушать мою болтовлогию, я опять покажу вам столицу Камчатского края. Покажу вам центр Петропавловска. Давайте полетаем немножко над Авачинской угубою, немножко в районе Театральной площади. Полетели! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Вот она, смотрите. Субтитры подогнал «Симон» Весь производимый на Камчатке кирпич шел только на печи и камины. Каминов было очень мало, а печей было много. Завозить на Камчатку кирпич в те годы было нерентабельно, потому как он достаточно тяжел, а все снабжение осуществлялось морским путем из Владивостока. Поэтому печи клали из местного кирпича, а на строительство его не хватало. Потому как месторождений глины на Камчатке, глины пригодной для формовки кирпича, достаточно мало. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Если вам нравится время отремени, узнавать от меня что-то новое о Камчатской истории. Ежели вы обрамы родства непомнящие, ставьте дизлайки. Коль вы здесь впервые, то, пожалуйста, если вам стало интересно, и вы хотите возвращаться сюда вновь и вновь, сейчас в правом нижнем углу экрана появится подсказка, выполнив рекомендации которой вы не будете пропускать новые видео на канале. Вот эта подсказка. Делайте то, что она вам советует. Сделали. Кнопочка подписаться из красной стала светло-серой, и в ней появились слова «Вы подписаны». Колокольчик вы тоже нажали. Молодцы, замечательно. Теперь вы не будете пропускать новые видео на канале. И, пожалуйста, пишите свои комментарии под роликом вон там, вон внизу. Задавайте вопросы, я на них отвечу. Сообщайте мне свои мнения о моих видеодневничках. Мне, в заправду, интересно знать, что думают обо всем этом мои зрители. До свидания.